Таро? Нет. Теперь таро. Все. Ты можешь снимать тарелку. Можешь снимать тарелку. А, вау. Можешь снимать тарелку. Все нормально. Всем привет. Рада, что заглянули на мой канал. Сейчас утро. Времени 8.25. Папа со средним сыном уехали в садик. Мы с Викусей остались. Я стала готовить себе завтрак. И подумала, почему бы мне не снять сегодня то, что я кушаю. Может быть, сегодня и завтра. Это будет мотивация... Как встать, чтобы не отсвечивал свет лампы в очках? Будет для вас мотивация к готовке, а также к здоровому более-менее образу жизни. Я приобрела весы. Вот. Сейчас, кстати, я в это же видео постараюсь вставить первый наш опыт с этими весами. Вот. И сегодня я буду вам показывать, что получится. Буду взвешивать. Что не получится. Не буду взвешивать. Вот. Почему я это делаю? Потому что сегодня у меня необычный завтрак. Такое длинное предисловие. Да. Мне 43 года. Меня зовут Анна. У меня трое детей. И сейчас я приготовила то, что я не могу приготовить. У меня вся семья в сборе. И нужно всем быстро одновременно одно и то же. Вот. Значит, у меня там немножечко гречки. Сверху кукуруза, здесь огурчик и сыр. Почему я использовала слово приготовить? Просто по привычке. На самом деле я ничего не готовила. Гречку я взяла из кастрюльки. Я после того, как мы пожили на даче без плиты, гречку я заливаю, довожу до кипения. Все. Потом я ее закрываю. Я рассчитываю воду на глаз и за ночь она готова. Добавляю соль. То есть я ее практически не готовила и все эти ингредиенты я не готовила. Мотивация к тому, чтобы побаловать себя и сильно не напрягаться с готовкой. Это мой завтрак. Также хочу сказать, что когда я готовлю себе завтрак, ну, домашние обычно кушают овсянку или гречку, я руководствуюсь следующим правилом. Здесь должны быть белки, жиры и углеводы. Значит, углеводы, гречка это самые полезные, небыстрые углеводы, которые еще никто не придумал, как модифицировать. Ну, не углеводы, а гречку в смысле. Значит, белки и жиры у нас в сыре. А и клетчатка, в общем, необходима. Я считаю, что это идеальный завтрак для тех, у кого нет там какой-то аллергии, например, на молочные продукты. Но если есть, значит, этот белок замените там кусочком, например, индейки. Как выяснилось, курица, ну, я это и раньше знала, очень сильный аллерген. Сейчас мы убрали, например, курицу со своего стола и вот Даня у нас перестает чесаться наконец. Так, девочки, значит, у меня тут пошла какая-то кулинарная тема. Значит, я сготовила домашний салат. И я захотелось съесть бутербродик. Хочу показать опять неудачную покупку в светофоре. Первый раз купила такую штучку. Обычно ее в дикси там или в пятерочке покупаю и не стала сильно разглядывать. Но посмотрите, по сути можно было ее минус обнаружить и не покупая. А нет, сейчас уже нельзя, баночка уже вся промазалась. В общем, было видно, как она стекает. Если обычно этот продукт выглядит как масло с икрой сливочное, то здесь он выглядит как масло растительное. Оно очень легко льется, вот так вот льется. Оно неприятное. Оно очень неприятное на запах, хотя оно не испорченное. И вчера я решила ее выкинуть. Сегодня, так как баночку надо вымыть, стекло нужно отдельно, утилизировать железо отдельно. Я ее вчера не вымыла. Сейчас я решила ее помыть. Так как у меня всего один ребенок сейчас, я решила прочитать состав. В общем, да. Читайте состав, не доходя до кассы. Ну ладно, икорное рыбное изделие. Напрягает, но не очень. Икра мойвы, икра сельди тихоокеанской. Икра деликатесная в кавычках. Мы знаем, да, что в кавычках это не значит, что это икра деликатесная. Это название какого-то изделия. Икра деликатесная в крем-соусе с ароматом копчения. Не пастеризованная. Сейчас, Викуська. Камера трясется, рука трясется. Итак, состав. Крем-соус. Масло подсолнечное, рафинированное, дезодорированное. То есть это точно растительное масло, а не сливочное, которое мы на хлеб должны мазать. Вода питьевая. Желуток яичный, сухой. Сахар пищевый. Тра-та-та. Много буквок Е. И тут мои глаза зацепляются за вот такую фразу. Посмотрите внимательно, как мне его вам показать. Пожалуй, что я передержала бекон сырой. И я его не приготовила. Он лежал у меня в холодильнике. Лежал, лежал, ждал, ждал меня. И вот уже все. Открыла. Срок годности кончился. Он был небольшой какой-то. И так я никакую яичницу из жирного, вредного бекона не сделала. И, в принципе, слава Богу. Ну и раз уж это видео кулинарное у меня, показываю, что у нас в холодильнике. Сейчас сырники я должна спечь. Значит, вот здесь у нас мяско из светофора. Первый раз я такое взяла. Продукт из свинины. Грудинка соленая. Мне показалось, что оно очень даже неплохое. И еще один продукт, тоже из светофора. Разметилевские деликатесы. Ну, вот тут мне прямо показалось совсем деликатес. Чуть дороже, там что-то типа 375 за килограмм. Значит, тут было рублей на 150. Балык свиной. Вот продукты свинины. Сырокопченый. Сырокопченый. Дальше вот что-то я купила колбаску недавно в Дикси. Салатик свежий сейчас. Варенька малиновая из колхоза. Свинина. Макарошки папа сварил, когда сидел с детьми. А я свинину тогда отбивала. Три огромных куска. Мы их очень долго едим. Режем на маленькие кусочки. Папа купил красный экзотический фрукт. Видимо, это связано с тем, что Данечка весь чешется. Шутка. Папа купил тортик. Он, кстати, божественный, если что. Сейчас открою и покажу. А здесь у нас подвисли оладьи. Вот так я оставляла вчера. У нас Тёма сидел с Даней 4 часа. Оставляла им еду. Ну, они ели булку с чаем вместо этой еды. Мама. Да. Машинка приехала кушать. Да. Данечка в садике. Мы тут развлекаемся в домашнем хозяйстве. Поподробнее как бы. Это я себе коплю на салат с сыром фета. Но сыр фета не все любят. Поэтому сегодня я не делаю такой салат. Ну, в общем, папа вроде выучил ингредиенты. И вроде сам вот купил то, что надо. Оливки из светофора. Это купил сам. Там у нас продолжает жить оленина на чёрный день. И папа купил фасоль любимую Данину. Но она тоже красная. Поэтому Дане её нельзя. Пока что папа не выучил, что у нас диета. Так, здесь у нас что происходит? Здесь у нас происходит всё как обычно. Ничего нового. Кетчуп, майонез. Всё как у всех. Молочко, ещё кетчуп. А вот это новое, пожалуй, чуть-чуть спрятала. Вот. Иначе такую колбасу съедают просто... Вот как видят, так и съедают. Поэтому я её спрятала пока что. Я не считаю, что нужно детям колбасу есть. Кефирчик не пошёл. Однажды вместо йогурта нашего традиционного купила кефирчик детям. Но нет, они выпить не стали категорически. Только вот это. Яйца у нас летят просто на раз. Так, тортик сейчас покажу. Почему? Яйца летят. Я варю папе два яйца с собой на работу. Это очень удобно. Он их кушает радостно. Это полезно. Викуся, ты просто прелесть. Не извиняйте. Если включается камера, сразу что-то должно происходить громкое. Вот он тортик. Он шоколадный. С апельсинками. Мне кажется, что он дорогой. Принёс опять же папа. У нас папа. А я считаю, что можно питаться простыми продуктами. Девчонки, каждый день зарекаюсь не снимать завтра видео. Отдохнуть и устроить себе каникулы. Если что, на данный момент у меня в YouTube 5 видео под замочками на каждый день. На 5 дней у меня есть видео с описанием, с тегами, с названием, с обложкой картинки. Всё готово. Можно 5 дней отдыхать. Зачем я снимаю сейчас видео? Я не знаю. Это уже какой-то условный рефлекс. Что-то делаешь и сразу хватает, чтобы вам показать. Кажется, что я сейчас не сниму. И всё. Что-то самое главное. Ладно, всё. Зарекаюсь. Сегодня только еду снимаю. Что я буду кушать? И больше ничего не снимаю. Видите? Вы видите? Я ничего не снимаю. Ничего, ничего не снимаю. Даже погоду на улице ничего не снимаю. Да, всё. Это блогерская болезнь. Условный рефлекс. Готовлю сырники, бегу вешать бельё. Я решила порезать яйца и положить их в отдельный контейнер для того, чтобы добавить потом в салат тому, кто любит и тому, у кого нет аллергии. Яйца будут храниться у меня отдельно, но поблизости к салату. Так как все мы знаем, что мужчины очень трудно ориентируются в собственном холодильнике. Я положу, например, вот сюда. И, конечно же, без отдельного комментария вряд ли найдусь. Хоть подписывай. Так, сейчас полдвенадцатого. Нам нужно уже уходить. И вот сейчас я съем сырники. А у нас тут подвисли ещё и оладья. Вот оладья вчерашние, позу вчерашнюю. И сырники. И вот у меня будет такой перекусик. Девочки, настроение всё под... Да-да, вы не ослышались, я выруглась матом. У меня сорвалась гимнастика и мы не смогли войти в икею. Короче, я надавила на газ и за 12 минут мы оказались на даче. Немножко быстрее, чем обычно, потому что меня никто не отвлекал. Вика спит. Вот. Поэтому мои планы снять то, что я кушаю. Не знаю, что я буду сегодня кушать. Пока что непонятно, но разберёмся. Я думаю, что я сейчас буду паковать вещи. Пока мне никто не мешает. Вика спит, Даня в садике. Я сейчас буду собирать вещи на даче. Ну, и если что-то придётся мне покушать, то я обязательно сниму. Вот, сейчас я тут быстренько поубираю. Так, я убрала ковры и игрушки. И ещё я успела убрать все-все-все книги. Вот столько книг у нас. На даче у нас получается хорошо учиться. Ой, запыхалась. Ещё вот здесь подобрала немножко. Здесь мои платьишки, кто смотрел летом видео. Вот я тут всё время в них была. Вот здесь успела убрать. Так, у меня не хватает никаких пакетов и мешков. Так, одежда вся остаётся. И сейчас я перехожу потихонечку к уборке белья. Диван есть. Кровать есть. Вот эту кровать и стол я мечтаю забрать, если получится. Вот ещё моя розочка летненькая. Когда мне нужно собирать вещи, я пользуюсь таким принципом. Я подгребаю всё в одно место. Например, посуду я сегодня не соберу, но я вот взяла со всех полочек, собрала на стол, со всех уголочков, всё своё забрала и сюда поставила. Тут у меня грязная посуда. Её очень тяжело мыть. Наверное, я её вылью и помою. Монтирую видео на улице перед подъездом. На этом моменте, где я оборвала фразу, села трубка. После этого я все пакеты собрала в прихожей и села в машину. И подумала, что сейчас Вика захочет есть, проснётся, мы отправимся в ресторан, покушаем бизнес-ланч. Хлопнула дверью, вырубила музыку, Вика не проснулась. Короче говоря, мы приехали обратно на Парнас. Так, мы уже в городе. На даче я работала ровно один час, собрала много пакетов постельного ковры. Я хотела заехать покушать, но эта девочка спала крепко и никуда не собиралась просыпаться. Поэтому мы вернулись обратно. Сейчас три часа дня. Мы уже вернулись с дачи. У нас была попытка посетить Икею, посетить гимнастику. И я очень голодная. Сейчас мой обед. Сейчас я для вас всё измерила, взвесила на этих весах. И могу отчитаться, что здесь 50 грамм свинины, филе. Здесь 50 грамм макарон. И сейчас я ещё буду кушать салатик. Но я не могу сказать, что я его съем тонну. Давайте прямо с вами положу. Не знаю, сколько съем. Я дико голодная. Просто я мечтала о каком-нибудь курином бульончике в ресторане. В каком-нибудь бизнес-ланче. Но что-то не случилось. Вот. Поэтому вот эту порцию я сейчас съем. Ещё обязательно будет у меня кусок хлеба. Наверное, тостовый. И давайте на сегодня я видео снимать заканчиваю. Это было видео про еду. Это было видео... Про что это было видео? Это был наш влог очередной. А впереди меня ждёт урок сегодня. Папа съездит за Данечкой. Сюда в 17.30. Я убегу на урок. Папа останется с детьми. А потом я приду уставшая. Няня с папой? Да, няня с папой. Приду уставшая. Покормлю всех ужином. И скупаю вот в этих вот жилетах. Мы привезли жилеты с дачи. Куда их деть? Пускай они зимой будут у нас в городе в ванне. И когда все уснут, я сяду монтировать для вас видео. Всех люблю, всех целую. Пока-пока. Следующее видео выйдет завтра в 7 утра. Ставьте лайки и пишите комментарии. Я, кстати, им радуюсь как дитя. Ещё я съела бутерброд с сыром и маслом тостовый. И вот эти два сырничка сейчас съем. Вот так я проголодалась. Это для меня прям много. В общем, всё, что я вам сказала, не случилось. Я действительно ушла на урок. А потом я подумала, что я так устала, что я никуда не иду. Просидела в машине, промонтировала видео. Сейчас заканчиваю его монтировать. Папа искупал детей и укладывает их спать. Я сейчас зайду домой и просто буду всё убирать. И покушаю и лягу наконец-то. Ура, ура. Сниму вам, что я покушаю. Раз уж я обещала сегодня снимать всё, что я кушаю, то сегодняшнее видео я сейчас ещё не закончу монтировать. Я ещё буду есть в кроватке, я думаю. Всех люблю, всех целую. Пока. Опять прощаюсь, хотя ещё буду снимать еду. Так, я измерила, это 100 грамм гречки и сверху немного салатика. Ну а это мой кусочек 50 грамм ровно божественного шоколадного тортика с апельсинками. Его я буду кушать сейчас во время монтажа этого самого видео. Всех люблю, всех целую. Ставьте лайки. Следующее видео выйдет завтра. Пока-пока. Пока-пока.